По факту этого интервью сразу стали звучать призывы вести санкции против Тайкера Карлоса, и вообще звучат разговоры, что его чуть ли не могут там арестовать. Такое вообще возможно? Ассанж сидит, и о нём никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди в этом, как говорят, и всё. Вот таковы особенности общественного сознания. Вот уходит тема, и всё. Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически всё возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединённых Штатах. С точки зрения самого Карлсона это было бы печально. Я ему как бы не завидую, но это его выбор. Он знал, на что он шёл. Но с точки зрения того, чтобы люди во всём мире поняли, что такое современная либерально-демократическая, в кавычках, диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда своё истинное лицо.